здравствуйте добро пожаловать на канал по цветах вязание и рукоделии вот так подойдешь иногда подоконнику полюбуешься на цветочки и тут вот какая-то идея как и случилось в очередной раз вот в таких кашпо высоких я приподнимала трейлерные фиалочки сейчас здесь другая фиалочка возвышается а вообще это было место трейлерные фиалочки ли хрустальный водопад вот она была на возвышении до пересадки сейчас пересадила я ее она растет новые цветоносики и снова будет много цветочков на втором возвышении роб сванила trail вот так но смотрю я на нее и понимаю что хочется приподнять ее выше потому что она но вот прямо мы не видно ее правда корсары и прикрывает такая красивая розеточка но не цвела это золотая рыбка ты на маленькие маленькие цветоносики там только закладывает розетка просто шикарно ладно я отвлеклась я решила что-то придумать чтобы сделать повыше кашпо на ножках я посмотрела не понравилось мне я сделала кое-что другое так как это кое-что уже готова я вот сейчас хочу провести так камерой чтобы было видно да и сразу после ну а потом если вам будет интересно вы будете продолжать смотреть видео эти кашпо мало того что не очень высокие для тех целей которые мне нужны они еще и объемные к низу так и фиалочки на листья так вот упираются сейчас будет немножко по-другому вот теперь мне нравится больше а вам и здесь за счет того что ножка узкая место тоже больше сама эта конструкция очень тяжелая благодаря тому что вместо стало больше поместились несколько орхидей и там есть место куда еще поставить орхидей ки вот сейчас это выглядит так моему глазу нравится итак что сегодня понадобится так как я даю вам только идею вы можете использовать другие материалы я показываю то что использовала я например я взяла бутылку вот такую в этом месте она подошла мне по размеру в бокалу я приготовила крупные камни мелкую щебенку потому что пока я еще не знаю что мне пригодится в процессе работы нож ножницы алебастер емкость где я буду разводить алебастер и водичка бокалы я подготовила вот видите одну полосочечку нарисовала и вот она 2 нижнюю полосочку и нарисовала для того чтобы знать до какого уровня насыпать камешки а сюда будет заливаться алебастер и с учетом того что потом бутылка будет сюда опускаться чтобы не выплескивался за края алебастер конечно его можно вытереть лучше чтобы сразу было аккуратно и так начинается вся эпопея с подготовки бутылки сначала подготавливаем бутылку донушка у бутылки я срезала края немного подровняла до нижней отметки насыпаю мелкие камешки насыпала теперь надо приготовить раствор пропорцию я говорить не буду потому что если будет гуще быстрее затвердеет если будет более жидкая значит дольше времени понадобится мне спешить никуда вот он уже начинает уже застывать заливаю так и так то и что и выравниваем так одну сделали сразу убираю лишнее то что вышло пути нарисовала вы видите наверно налила много а вот так выглядит эта конструкция на второй раз надо наверное раствор сделать более жидким потому что вот сюда он не затек за счет того что сужается бокал кверху это бутылка будет держаться там хорошо валибастор не вывалится там одним куском или меня не знаю как он может себя показать и вот эта штука на бутылке она тоже валибас 3 будет держать и предотвращать колыхание всякие для того чтобы бутылка пока раствор сохнет не наклонялась справа лево ровно было я ее утяжелила так ко мне туда большие поставила чтобы она не качалась бокал теплые здесь реакция происходит крышечку я оставляю для того чтобы потом если понадобится наливать сюда воду если фиалка здесь будет на фитильном поливе чем крышка остается на месте сюда и тоже уже большие камни поставила на сегодня все оставляю до застывания вот что получилось во втором бокале я сделала более жидкий раствор он ушел вниз но здесь не его не хватило но я думаю это не важно то есть вот вы видите технология вроде одна результат немножко разный ну когда все будет закончен они будут совершенно одинаковые по пластику нормально пройдусь и первый раз кисточкой а второй посмотрю попробую спонжиком если не получится значит буду второй раз тоже кисточкой стекло стекло тоже хорошо думаю нет смысла показывать весь процесс покажу уже когда покрашу первый слой нанесла вот так это все выглядит пока так усохнет эта краска быстро и так первый слой высох попробую второй слой спонжиком наносить я намазала клеем палочку поролон так с двух сторон и завязала нитку сейчас немножко краски сюда капнули попробую что получится теперь думаю наверное надо было первый слой тоже спонжи наносить и через и после второго нанесения было бы лучше а теперь мне придется наверное эти полосы перекрывать еще двумя слоями с помощью спонжа полоски тоже неплохо смотрятся мне кажется так все таки как-то интереснее сейчас покрашу когда высохнет посмотрю и потом уже вам в видео скажу сколько слоев я вот так нанесла нанесла с помощью этого устройства вот он окончательный итог все красиво получилось аккуратно но если вы будете делать то же что и я советую все таки кисточкой не проходится потому что мне пришлось с помощью спонжа наносить три слоя и вот эту верхнюю часть которая сделана из бутылки лучше все таки изначально купить белого цвета а не такой как у меня потому что перекрыть этот цвет тоже сложновато ну вот в итоге получилось вот такая высокая тяжелая вазочка постамент для цветка идемте смотреть как оно будет на своем месте растение можно просто поставить внутрь если у вас верхний полив спокойно поливать ну а если у вас фитильный полив то вы можете налить туда водичку там крышечкой закрыта и она будет закрепить белочка очень надеюсь что видео для вас было полезным а на сегодня все всего вам доброго до новых встреч смотрите они цветущие тоже очень хорошо вписываются и не мешают благодаря этой высоте эту композицию можно менять по настроению вот антуриум хорошо смотрится красавица и орхидеи сказка никто никому не мешает и даже лохматая бакарнея или налива тоже никому не мешает раскидалась наверху своими листочками вот так смотрится в общем мне все больше и больше нравится эта идея до новых встреч и до новых встреч